Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня, Андрей Ларионов, старший научный сотрудник Центра политики и безопасности город Вашингтон. Андрей Николаевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день, Василий. Традиционно в самом начале я хочу поблагодарить вооруженные силы Украины за то, что у меня есть возможность записывать это интервью. Начну я с сообщения о том, что Россия пытается подготовить реванш на фоне ряда провалов на фронте, но ее планы не осуществятся. Об этом сообщает Рыбака Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме. По его словам, сейчас война замедлилась из-за погодных условий, поскольку все устают, природа, люди и враг. Цитирую, выглядит все это так. Ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко, сказал Владимир Зеленский. Андрей Николаевич, на ваш взгляд, согласно вашей аналитике, чего ожидать Украине в начале 2023 года? Ожидать ли свежих атак, эскалации на фронте? И по каким направлениям, если ожидать? Ну, во-первых, я бы сказал, что то, что сказал президент, на мой взгляд, соответствует действительности. Действительно, сейчас идут ожесточенные атаки в целом ряде направлений на востоке и юго-востоке, там идут тяжелые бои, но в целом ситуация контролируется. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что агрессор не отказался от твоих главных целей. Цели, которые провозгласил в ночь на 24 февраля, и цели, которые он попытается, очевидно, по меньшей мере еще раз достичь. В последнее время было предпринято несколько шагов для того, чтобы, видимо, готовить новое крупное наступление, или эскалацию, или интенсификацию. Разные люди и разные эксперты используют разные термины. И сейчас уже, ну, по крайней мере, за последнюю неделю я уже слышал несколько десятков различных комментариев о возможном предстоящем наступлении или наступлениях. Сроки этого наступления или этих наступлений с точки зрения разных людей различаются. Кто-то говорит дни, кто-то говорит недели, кто-то говорит месяцы. Но, как бы то ни было, оценки такие, что, наверное, в течение, возможно, ближайших, от буквально ближайших дней до ближайших двух-трех месяцев такого наступления надо ожидать. И здесь, в общем, большой разницы между позициями тех или иных экспертов нет. Есть лишь разница в восприятии слов этих экспертов. А вот на некоторых реагируют как-то очень энергично, я бы сказал, очень эмоционально. И воспринимают как-то особенно, и как-то выделяют их. И даже называют эти комментарии какими-то специальными, иностранными словами типа «Ипсо». Я вот недавно выяснил, что есть такой термин. И даже меня наградили таким термином, мне пришлось разбираться, что это такое. Оказалось, что это информационно-психологическая специальная операция. И особенность этой «Ипсо», кроме разных, является, первое, это дезинформация или манипуляция, искажение действительности, вброшенное, тут очень важный термин, вброшенное, то есть не сказанное, не сделанное заключение, не анализ, а вот вброшенное. Такой термин – вброшенное. И затем эту искаженную, манипулируемую какую-то другую информацию, затем вся машина пропаганды использует многократно, в разных местах, разными людьми, разными голосами и так далее. Ну вот смотрите, я тогда вот около недели назад в разговоре с вашим коллегой Александром Шелестом использовал термин «большая война». Ну, кто-то называет интенсификацией, кто-то эскалацией, кто-то новое наступление. Я один раз это использую, больше не использовал. А вот коллега Алексей Арестович назвал это ИПСО, вот это информационно-психологическая специальная операция. И теперь каждый день, выступая во всех эфирах, использует этот термин и использует это название «большая война» многократно. Ну и поскольку не только он, а еще к нему присоединились некоторые другие граждане, то вот они как раз именно этот тезис и про ИПСО, про «большую войну» постоянно разгоняют. Спрашивают, кто проводит тогда вот эту ИПСО, эту информационно-психологическую специальную операцию, с повторением этого тезиса. В разных местах, разными людьми, разными людьми. Я это сделал один раз. А вот многократное повторение использования этого термина делают другие люди. Андрей, смотрите, знаете, у нас сейчас в целях очернений или черного пиара можно клеймить как угодно, называть кого угодно, агентами, ФСБ, КГБ, чего угодно. То есть это отдельная статья, наверное, может быть отдельной темой интервью. Я вот хотел бы все-таки углубиться. Я прошу прощения, Василий, вы совершенно правы. Да, и я понимаю, что ситуация тяжелая, она тяжелая во всех отношениях, и тяжелая в том числе в психологическом отношении, собственно говоря, никому такого не пожелаешь. А что касается меня, я к такого рода атакам привык, потому что Кремль занимается мной уже сколько там, 18 лет этим, энергично занимается, регулярно занимается, использует разные приемы очернения и дезинформации, и попытки там воздействия на репутацию. Этим занимается Кремль, этим занимаются агенты Кремля в Соединенных Штатах Америки. Это всегда регулярно было. Чего только не было, что к этому не присоединялись украинские коллеги. Вот нынешняя компания отличается только тем, что Кремлю и кремлевским агентам в Вашингтоне и в других местах Соединенных Штатов Америки теперь еще присоединились украинские коллеги. Вот это является новой особенностью вот этого этапа. А так, в общем, все остальное то же самое. Ничего особенного. Да, давайте я с ответным, я с Алаверды тогда. Раз вы уже начали эту тему, тогда я задам вам прямой вопрос, на который у вас будет возможность ответить прямо, да или нет. Сотрудничаете ли вы с ФСБ, озвучиваете ли вы нарративы Кремля, продвигаете ли темы, которые выгодны Путину? Ну, Василий, вы знаете, насколько нелепо звучит, во-первых, этот вопрос. Вы первый начали. Нет, слушайте, ну это просто абсолютно нелепо рассказывать о том, что ты не жрав и доказывать, я скажу, моя вся жизнь, она является свидетельством того, чем я занимаюсь, какую позицию занимаю. Просто оставлять, просто это просто настолько нелепо, вот подобные вещи, просто достаточно посмотреть, что я говорю, что я пишу, где я выступаю, какую позицию занимаю. И в том числе и в том же самом выступлении с Александром, на который сейчас такое внимание уделяется. Для чего это сделано, сказано? Для предупреждения, для предупреждения Украины, украинцев. Что может быть? Не то, что будет, или то, чтобы запугать, напугать, создать неловкое или тяжелое впечатление, наоборот, предупредить. Предупрежден, значит вооружен. На все то, что было сказано дальше, говорит. Если вопрос у меня о том, получится ли он не получится, я думаю, что не получится у агрессора то, что он планирует. Но надо понимать, что он планирует, что он хочет сделать, чем он добивается, какие у него намерения, в каких направлениях это может быть. Вот вы помните, сколько это уже, почти два года назад, да? Мы с вами, у вас в эфире, в апреле 2021 года, мы с вами разговаривали, и мы тогда же с вами даже карту поместили в эфире, и вы были, был Дмитрий Гордон рядом с вами, мы с вами втроем обсуждали возможные, не гарантированно, никто не знал, я этого не знал, но возможные направления наступления противника из Крыма, по каким направлениям, по каким целям. Северокрымский канал, Новая Каховка, Таврийск, Херсон, Мелитополь, выход в тыл к Мариуполю, создание сухопутного коридора с оккупированным Донбассом. Мы с вами все это говорили. И вы помните, наверное, и свое собственное впечатление, и я очень помню реакцию Дмитрия Гордона на это, потому что, с одной стороны, тоже ощущение и как бы и неверия, и недоверия, и неужели такое может быть, и как такое может быть, вы же помните все это. Конечно, Андрей Николаевич, я помню это. И много людей посмотрело, и тоже, потом примерно то же самое, я в эфире другого канала «Один плюс один» рассказывал тоже подобные вещи. Но там реакция получилась гораздо более болезненной, потому что там люди, в том числе сидевшие в аудитории, собственно говоря, там в студии, и даже те, кто были по связи из Литвы, начали называть это тоже всякими разными плохими словами, что тут нас запугивают, нам угрожают. Это вот то же самое говорили, кремлевская пропаганда, вот это все то же самое было. Для чего это делается? Это делается просто для предупреждения о том, что может быть. Есть ли стопроцентная гарантия того, что так произойдет? Нет, конечно, нет. Это разговор, как и другой, любой другой разговор, экспертный разговор о том, какие есть угрозы, в каких направлениях, в какие сроки, какими средствами. Есть ли здесь какие-то стопроцентные гарантии, вероятность? Нет, конечно, нет. Но необходимо иметь в виду, что может быть. Ну вот, произошло это тогда же, то, о чем мы говорили с вами, в апреле? Нет. В мае? Нет. Когда это произошло? Это произошло в феврале и марте. Прошло 10 месяцев после того, как мы с вами это говорили. Как к этому относиться? Что это? Была кампания запугивания? С моей точки зрения, это была кампания предупреждения. Не кампания, а просто мое выступление конкретное. Предупреждение о том, что может быть. То, о чем было сказано в эфире, в разговоре с Александром Шелестом, это рассказ о том, что может быть. Надеемся, что этого не произойдет. Если же это произойдет, хочется надеяться, что те, кому надо, это услышали. И предприняли необходимые меры для того, чтобы, если это произойдет, то это произошло с минимальными потерями и с полной готовностью всех тех встретить того, кто это будет делать так, как нужно. Давайте вернемся к тому, что может произойти в ближайшее время. Не все видели ваше предыдущее интервью. Я попрошу вас сейчас, может быть, даже повторить некоторые тезисы. Но я сейчас задам несколько уточняющих вопросов. Вы сказали вернуться к первоначальным планам начала полномасштабного вторжения. Но вы уже говорите сейчас наверняка не про деноцификацию, демилитаризацию, озвученную Кремлем, безусловно, а наверняка об атаке с севера по Черниговскому и Киевскому направлениям. Правильно я понимаю? Василий, тогда я пользуюсь этим случаем, что мы с вами эту часть не обсуждали. И, возможно, ваши зрители тоже не все, может быть, это видели. Еще расскажу о логике. Потому что самое важное понимать логику. А дальше уже эволюция этой логики, к чему она приводит. Смотрите, мы все хорошо знаем, вы знаете, ваши зрители знают, в Украине все знают. Один из важнейших факторов успеха, сопротивления этой агрессии, кроме мужества, сопротивления со стороны Украины, вооруженных сил Украины, качества, действий и так далее, это наличие оружия. Наличие оружия, которое поставляется сейчас партнерами Украины. Мы можем говорить, много, мало, какой это отдельный вопрос. Но, тем не менее, мы понимаем, что это сейчас является одним из важнейших факторов, который позволяет ВСУ эффективно сопротивляться агрессорам. И не случайно такое внимание уделяется и на закрытых переговорах, и в открытом пространстве тому, сколько поставляется, чего поставляется, в какие сроки поставляется, по каким каналам поставляется, надо платить за это, не надо платить. Ну вот, все с этим связанное находится в центре внимания. Мы также знаем, что долгое время наши партнеры, украинские партнеры, партнеры Украины, не поставляли некоторые очень важные виды вооружения, в том числе бронемашины, танки. Значит, сейчас идет обсуждение, в том числе, и уже, так сказать, принято некоторые решения, о системах противовоздушной обороны. Постоянно идут разговоры о ракетах, о ракетах разной дальности. Об этом говорят, но прежде всего об этом начал говорить командующий ВСУ генерал Залужный еще в сентябре, когда писал вместе с генералом Забродским свою эту знаменитую статью. Он говорил о ракетах, между прочим, не дальности 300 километров, он говорил о ракетах дальности 1000 и 2000 километров. Оружие возмездия, которое, с его точки зрения, является радикальным инструментом, который в состоянии действительно обеспечить военный паритет с противником и лишить противника важнейшего фактора, которым он руководствуется, фактора безнаказанности. То есть все эти вопросы находятся на повестке дня. Поэтому сейчас, когда наши партнеры, партнеры Украины, стали действительно переходить к новой стадии и стали говорить о том, что и уже поставлено там, объявлено, по крайней мере, о поставке первых 50 бронемашин Брэдли Соединенными Штатами Америки, которые никогда этого раньше не поставили, сейчас поставляют. Когда сейчас польский президент заявил о том, что готов поставить первую роту танков «Леопард», о том, что танки собираются поставлять Украине, сейчас уже заявили представители пяти государств, они еще не поставлены, но идет разговор о том, что, скорее всего, это произойдет. Мы не знаем, когда это произойдет. Произойдет завтра или через неделю, или через несколько недель, или через пару месяцев. Но явно, что решение либо уже принято, либо принимается. И вот в ближайшее время действительно, ближайшее, в ближайшее имеется в виду, от дней до нескольких месяцев, эти поставки пойдут. Видимо, пойдет еще кое-что, о чем сейчас публично не говорят. Но все то, что мы обсуждаем с вами и в эфире, и то, что обсуждают военные и те, кому это нужно, за закрытыми дверьми, естественно, слышит и агрессор. И он понимает, что через какое-то время у Украины окажется то оружие, которое поможет Украине сопротивляться. Какой вывод из этого должен сделать агрессор? Он, естественно, хочет он этого, конечно, он не хочет этого. Соответственно, какие выводы из этого может сделать? Он, поскольку не отказывается от своих целей, значит, он попытается добиться этих же целей до прихода этого оружия. Ну, это совершенно очевидно. Тогда возникает вопрос, а что он может сделать в этой ситуации? Он может в этой ситуации сделать либо попытаться добиться результата на тех фронтах, на которых он ведет бои сейчас, но мы видим, как он ведет эти бои сейчас, вот эти 10,5 месяцев. Мы видим, да, он может иногда там прогрызать какую-то оборону и как-то изгибать линию сопротивления на несколько километров за несколько недель или за несколько месяцев. Но это такой не очень убедительный результат. И за предстоящие недели или месяцы это не приведет к изменению ситуации. Значит, ну, это не значит, но, скажем, можно допустить, что он может попробовать еще что-то другое, кроме стандартных лобовых атак или там попыток окружения отдельных опорных пунктов на юго-востоке, попытаться что-то другое сделать. В том числе и главным образом, чтобы не допустить поставки этого оружия на территорию Украины. И дальше, естественно, возникает вопрос, а где это может произойти? Ну и мы понимаем, где идет основной поток оружия, военной помощи, вообще любой помощи в Украину. Все это знают. Причем, когда я об этом говорил, о том, что это направление, я ничего нового не открывал. Об этом это все время в украинском эфире все время все обсуждают, что это там. И карты показывают. В этот раз я никаких карт не показывал. Более того, это не я, это же кто это. Это было рассказано о том, что я якобы этими же заявлениями якобы пытаюсь отодвинуть украинские войска с Востока для переброски на Запад, потому что, значит, вот такая цель у Кремля перебросить. Ну, это просто вот нелепость вот этих заявлений, ну, очевидно. Ну, слушайте, это просто вот тот же самый Алексей Арестович. Он утверждает, что вооруженные силы Украины, подразделения части, бригады ВСУ руководствуются рекомендациями по скайпу, которые делает Андрей Иларионов, значит, там раз в две недели они не выполняют приказы своего непосредственного команды. Ну, какая-то чушь и нелепость. Всем хорошо известно, какова численность вооруженных сил Украины сейчас? Ну, об этом уже министр обороны Резников говорил многократно. Говорит, что под ружьем находится до миллиона человек, может быть, даже больше. Сколько сейчас участвует в боевых действиях под Бахмутом и Солидаром? Ну, я не буду называть цифры, потому что, во-первых, я не знаю, но любой может сделать какие-то оценки. Ну, видимо, там несколько, может быть, десятков тысяч человек участвуют на этом. Поэтому о переброске каких вооруженных сил из-под Бахмута на северо-запад может идти речь. Наконец, самое главное, кто об этом говорил многократно и до меня? Этого человека зовут очень просто. Его зовут Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, который специально поехал не куда-нибудь, а в город Львов, где проводил специальное совещание и с гражданскими милициями, не с военными лицами, совещание по укреплению северо-западных областей Украины, об укреплении фортификационных сооружений, обсуждали вопросы возможного вторжения со стороны Беларуси по направлению и к Луцку, и к Ровно, и к Львову. Все это обсуждали там. Там находилось огромное количество людей, там находились все украинские СМИ, они все об этом сообщали, рассказывали и так далее. Ну, слушайте, это смешно просто говорить, что вот, значит, вооруженные силы Украины будут слушать выступающего эксперта время от времени или своего президента, который это делает. Ну, просто какая-то чудовищная просто вот глупость, глупость, которую вбросили, вот это уже точно, это вбросили и постоянно вбрасывают уже вот эти последние дни и пытаются рассказывать, что, знаете, вот наши военные такие вот слушаются не своего командующего, кого-то другого. Ну, просто чушь абсолютная. Вот. Поэтому то, что было сказано, лишь является, ну, скажем, переложением другими словами того, что уже и известно специалистам, экспертам, военным экспертам, обращение внимания на то, что там может быть. Тот же самый Зеленский, когда был во Львове, сказал, есть ли у нас подтверждение, что это произойдет вот сейчас, сегодня, завтра? Нет. Нету. Говорит. Но смотреть надо внимательно. И правильно сказал. Так же, как мы с вами говорили в апреле 21-го года. Есть ли тогда, в апреле 21-го года, гарантии того, что наступление начнется там через несколько лет? Нет. Таких гарантий нет. Но смотреть надо внимательно каждый день. Не откладывать это ни на завтра, ни на послезавтра, ни на месяц. Каждый день надо внимательно смотреть и следить за каждыми перемещениями, за шагами, за другими действиями для того, чтобы когда, если вдруг, не дай бог, такое произойдет, никого не застали бы в раскол. Совершенно стандартная понятная процедура. Еще вопрос. Наши западные партнеры. Я прошу прощения. Просто я хочу последнее сказать. То, что вот произошло, является не, никаким подтверждением вот этой ИПСО или там кого угодно. Такие вещи говорят еще раз говорю десятки людей. Но была какая-то необходимость избрать для вот этой цели конкретно меня. У меня есть подозрение какая-то цель. Но мы к этому вернемся. Но вот это совершенно абсолютно четкая селективная задача была выбрать и как бы создать здесь образ якобы, так сказать, кремлевского агента, значит, ФСБ, как вы там говорите агента психологической операции. Я вот ... Не terrifying je это я не вам говорю. Это то, что вот рассказывается. Вот рассказываются люди специалисты по психологическим операциям. Они говорят, вот они всю жизнь занимались психологическими операциями информационными. Занимались, занимаются и говорят, и теперь мы все равно будем заниматься информационно-психологическими операциями. Я об этом даже никогда не знал. У меня другая работа, я другими делами занимаюсь, Этим никогда не занимался. Вот они этим занимаются. Даже если будут задействованы войска Беларуси, а есть вероятность, что Путин таки дожал Лукашенко, и белорусские войска могут присоединиться к войне против Украины, мы же будем знать о скоплении тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч российских войск до момента их вступления в очередную волну на Чернигов, на Аки. Вы знаете, и да, и нет. Давайте говорить просто то, чему нас учат, в том числе и недавний опыт, и в том числе и болезненный опыт. Мы все стали свидетелями того, как в течение нескольких месяцев с октября 2021 года до 23-24 февраля 2022 года шла массовая кампания публикации в западной прессе, практически исключительно в американской прессе, того, что мы прямо, должен сказать, утечками, сливами, распространением информации из каких-то специальных органов Соединенных Штатов Америки о концентрации, о размещении российских войск на российско-украинской границе и на линии соприкосновения в Донбассе. Мы все это помним. Какие карты публиковались, какие цифры публиковались, рассказывали и постоянно давали информацию. У меня вот есть вся эта коллекция всех этих публикаций. Говорили, вот сколько-то было там было вначале 70 тысяч, 80, 100 тысяч, 120, 130 и так далее. И говорили, какая готовность? 50%, 60%, 70%, 80%. Все время говорили, не готовы, не готовы, не готовы. Это говорили наши западные партнеры. Что говорили, я извиняюсь, украинские военные и украинская разведка, по крайней мере публично. Я не знаю, что они говорили в закрытом режиме, но они говорили, готовности к нападению у российских войск на Украину нет. И они говорили, не когда-нибудь, не тогда, когда я говорил ее, они говорили это в ночь 23 на 24 февраля. Вот посмотрите, пожалуйста, мы так получилось оказались в эфире вместе, втроем, в эфире тех же самых плюсов у Натальи Масичук. Три человека. Алексей Арестович, Олег Жданов и Андрей Ларионов. И вот всех трех Наталья Масичук спрашивала, будет или не будет наступление. Что сказал Алексей Арестович? Не будет. Да вы что, смеетесь, что ли, с такими силами нападать? Да никогда, ни за что. В ночь 23 на 24 февраля. Полковник Жданов, полковник оперативного управления генштаба военно-силы Украины, говорит, нет, этого не будет, войск недостаточно. Что сказал ваш покорный слуга? Не знаю, говорю, но если это и произойдет, и когда бы это ни произошло, вы все должны быть готовы дать отпор. Вот, просто любой может зайти и посмотреть эту запись. Еще раз скажу. Смотрите, Василий, смотрите, это очень важная вещь. Про активную фазу военных действий, которые сейчас... Смотрите, это та же самая история, потому что, еще раз говорю, что действительно есть разведка, она делает свою работу, она следит. И очень многое из того, что раньше было неизвестно, теперь становится известно, в том числе, известно, публично, для широкой публики. Хорошо это? Для нас это, конечно, хорошо, потому что мы понимаем, по крайней мере, кое-что из того, что раньше было закрыто и неизвестно. Но решило ли это на 100% вопросы понимания намерений руководителя агрессора и его отдачи команд? Как показали события того же самого 24 февраля 2022 года, оказалось нет. Ну вот, тот же самый президент Владимир Александрович Зеленский многократно говорил, мы этого не знали, нас об этом не предупредили. То есть в газетах это было, но газеты это газеты, а вот есть, в общем, и государственные каналы, в том числе и разведывательный канал, и он, и все другие люди в руководстве Украины в течение всех этих почти 10, там, с половиной или 11 месяцев постоянно говорят, нет, нас так не предупреждали. Поэтому у сегодняшней разведки есть определенные возможности, слава богу, что они есть. Являются эти возможности по прогнозированию возможных действий 100%? Нет. По крайней мере, вот события последних там 11 месяцев показали, что нет, таких нет. Соответственно, кроме того, что у нас нет 100% понимания о том, как движутся эти войска, необходимо иметь представление не только о возможностях, в том числе и о численности тех или иных войск, но и о том, каковы намерения. Потому что многие говорили, военные говорили, американские генералы, я встречался, я говорил об этом уже примерно с 20 военными экспертами, большинство из них американцы. Накануне, буквально за 4 дня до вот этого последнего нападения 24 февраля в Мюнхене, я встречался с ведущими американскими генералами, генерал Петреус и генерал Матис. Один министр обороны, другой командующий крупными частями на Ближнем Востоке. С ними разговаривал, говорит, вот вы считаете, это возможно? И тот, и другой прямо жестко сказали, нет, таких сил для нападения на Украину недостаточно. Надо подождать, когда эти силы будут накоплены. Понимаете, какая вещь? А это произошло. Значит, кто-нибудь из этих генералов извинился? Кто-то из этих генералов сказал, что он был неправ? Нет, никто из этих генералов этого не сказал. Но для нас-то важно не только их извинения, не только их извинения. Нам надо понимать, на кого можно опираться, на чём мнение, и на какие факты опираться. А на какие, ну, надо быть осторожным. Из этого всего мы делаем вывод, что какими бы ни были оценки, в том числе экспертов, военных экспертов, аналитиков, специалистов, которые провели всю жизнь в этом деле, кроме этого нужно опираться ещё на кое-что. Что это кое-что? Психологическое состояние лидера Агринсона. Они вот это не принимали во внимание. Почему? Мы видели, что приказ был отдан тогда, когда войск для проведения успешной, полномасштабной операции против Украины было недостаточно. И всё, что потом произошло в течение этих 11 месяцев, показало, что этих войск для той цели, какую Путин для себя поставил, было недостаточно. Слава богу. Прямо скажем, слава богу, что их было недостаточно. И слава богу, что сопротивление Украины оказалось столь эффективным. И линия фронта проходит сейчас там, где она проходит сегодня, а не там, где она проходила 9 месяцев тому назад, 10 месяцев тому назад, где бы она могла бы проходить, или что бы произошло бы. Но опять-таки, из всего этого надо делать вывод. Значит, надо следить за тем, какие у него намерения. А по его намерениям можно следить по другим фактам и по другим признакам. И надо следить за ними. Я надеюсь, что все, кому нужно, следят за этими же признаками не менее внимательно, как за этим стараюсь следить я. Может быть, и гораздо более внимательно, потому что у них есть и другие источники информации, каких у меня нет. Ну и слава богу, что за этим следят. Но это означает, что не только, но бывают и ошибки. Извините, бывают ошибки у профессионалов со всех сторон. Поэтому и существует для этого открытое пространство, такое, какое предоставляете, в частности, вы. И вы предоставляете слово разным людям. И вот за последние несколько дней вы разговариваете с очень многими людьми с самыми разными точками зрения. И это хорошо, потому что благодаря этому есть возможность сравнить разные точки зрения. Сравнить аргументы, сравнить разные позиции. Поучиться друг у друга, посмотреть, какие аргументы работают, какие аргументы не работают. И нашим слушателям и зрителям, всем зрителям, и гражданским, и негражданским, из этого сделать правильные выводы. И если вдруг, не дай бог, но произойдет то, о чем говорят многие, в том числе, новое наступление, эскалация, интенсификация, все будут, все, и военные, и гражданские, и государственные органы, все будут наготовы и встретят это новое наступление так, как нужно встретить. Вы понимаете, что это наступление, которое может произойти, как вы сказали, или в ближайшие дни, или через несколько месяцев, произойдет с севера, правильно я понимаю? Нет, смотрите, вы говорите в будущем времени гарантированно. Я никогда такого не говорю, что это обязательно произойдет. Нет, я говорил о том, что, понимаете, говорят, вот говорят, нет, вот некоторые коллеги говорят, что, значит, говорить, ничего подобного, какая глупость, никакого наступления с севера не будет. Они наступают на юге, на юго-востоке, их цель заключается, значит, захват всей Донецкой области. Правильно это? Правильно, мы это все знаем, но это все известно, все это объявлено. Является ли это направление наступления единственным и других направлений быть не может? А я так не считаю. Я считаю, что возможны и другие направления. Да, мы понимаем, да, что основное направление, скорее всего, там. Но мы неоднократно видели, как действовал российский генштаб в предшествующих ситуациях. Вот смотрите, была ситуация российско-грузинской войны 2008 года. Тогда основное внимание было приковано к Южной Осетии. И тогда наступление российских войск действительно началось через Рокский туннель на Южную Осетию, на Цхинвале. И колонны войск пошли туда. И, соответственно, грузинские войска, их там немного, несравнимо с Украиной, но все украинские войска, прошу прощения, грузинские войска, какие были на территории Грузии, были практически все полностью подтянуты к Южной Осетии для того, чтобы противодействовать этой агрессии. Когда это произошло, и когда та же самая российская разведка зафиксировала, что все грузинские войска подтянулись к Южной Осетии, они сделали тот шаг, который они совершили. Российская группировка, колонна, перешла границу на Крайнем Западе, линию соприкосновения, а не граница, линию соприкосновения, через реку Рионе переправилась и направилась по грузинской территории, в тыл грузинским войскам, которые находились в Кадорском ущелье. Вот Кадорское ущелье считалось неприступным, и я разговаривал со многими грузинскими военными до этой операции, они говорили, это абсолютно неприступное место, там есть только одна маленькая дорога, которую они полностью заблокировали, и пройти в Кадорское ущелье абсолютно невозможно. Мы абсолютно спокойны за то, что Кадорское ущелье не будет взято. Ну, там же в Генштабе России тоже неглупые люди сидят, они не стали штурмовать ЛОП. Они переправились через Рионе, они пошли на север вдоль реки, и они зашли в тыл грузинской группировки. И когда выяснилось, что они оказались там, то грузинским войскам пришлось немедленно и срочно эвакуировать Кадорское ущелье, для того, чтобы не попасть в окружение и в плен. И они оставили без единого выстрела это. В чем дело? Это движение, маневр, то, что учат в военных училищах, даже не в Академиях Генерального штаба. Что произошло у нас 24 февраля 2022 года? Мы же помним, как наступления в начале, провокации, были со стороны этих самых оккупированных территорий Восточного Донбасса. Там были обстрелы, там были провокации. Там, значит, эвакуировали якобы людей, значит, с этих территорий из-за ожидания всяких. Внимание было сосредоточено именно на юго-восток. Там шли основные обстрелы. И в тот момент, когда внимание было сосредоточено на юго-востоке, российские войска ударились с севера через Чернобыльскую зону, направились в сторону Киева. Это мы видим, это уже не первый раз, а это уже традиция или закономерность. Это почерк, это стиль. Это значит привлечение внимания в одном месте, концентрацию силе там, и потом нанесение внезапного удара где-то в бок или в тыл. Мы уже знаем это. Значит, следовательно, кроме того, что те бои идут, какие идут на юго-востоке, они были, есть, к сожалению, наверное, будут еще продолжаться в течение. Но одновременно с этим необходимо внимательно следить за тылами и флангами. Где может быть, не гарантированно, а где может быть наступление в том случае, когда внимание, особенно такое внимание, какое сейчас привлечено к Бахмуту, к Солидару сейчас там, к Северску, к другим местам на юго-востоке. Когда вот все внимание сосредоточено, когда туда подтянуты резервы, когда все. А что может быть в этот самый момент? Поэтому надо, кроме того, что обращать внимание на этот фронт, надо еще внимательно следить за другими фронтами. Я понял, Андрей. Я понял. Я хочу вернуться к вашему тезису о том вооружении, которое нам предоставляет или будут предоставлять наши западные партнеры. Вот сейчас больше разговоров и информации о вооружении наступательного характера. Но возникает вопрос. Увидим ли мы и получим ли мы от Соединенных Штатов Атакамс и Абрамс? Вы знаете, я ваш вопрос переформулил бы другим образом. Дело в том, что говорить о конкретных видах вооружения профессионально и обоснованно могут только те специалисты, которые участвуют в этих переговорах. Вот только тот, кто участвует, и тот, кто непосредственно говорит. Вот принято решение руководством Соединенных Штатов. Это принимается руководством Соединенных Штатов Америки. Есть буквально 3-5 человек, кто принимает это решение. В том числе и по конкретным видам вооружения. Для этого необходимо быть вовлеченным в процесс обсуждения этих вопросов непосредственно. Никто в Украине в этих дискуссиях не участвует. Никто от представителей Украины в этих дискуссиях не участвует. Это внутренний процесс руководства Соединенных Штатов Америки. Представители Украины делают запросы, высказывают, что бы они хотели получить, что нужно получить. Большей частью это происходит за закрытыми дверями. В исключительных случаях, просто действительно в исключительных ситуациях, это становится публичным. Как, например, когда генерал Залужный дал интервью британскому журналу «Экономис», когда он вынужден был сделать публичное заявление о том, что ему нужно. Почему он был вынужден это сделать, такое заявление, чрезвычайно? Это говорит о том, что традиционные закрытые государственные каналы воздействия на, в том числе, американское руководство не работают. И это сигнал не только и не столько американцам или другим партнерам, это сигнал прежде всего украинскому руководству. Почему командующий вооруженными силами Украины оказался в таком положении, что был вынужден пользоваться открытыми каналами, просто самыми открытыми, более открытого представителя невозможно, публичное интервью журналу «Экономис», говоря о том, какие средства, в каком объеме ему нужны для выполнения его задач. Это беспрецедентная история, и для этого необходимо разбираться. Почему генерал Залужный оказался в этом положении? Это означает, что вся система закупок, обеспечения, переговоров, передачи оружия Украине со стороны партнеров не работает. Или работает в должном объеме, как бы мы этого хотели. Совершенно верно. Это значит, что это предмет для разбирательства, важнейшего и серьезнейшего разбирательства в руководстве Украины. Почему такое произошло? Я вам скажу гораздо более серьезную вещь, потому что вот эти все цифры, можно бы называть разные техники, но ни мы с вами, ни большинство из наших слушателей, зрителей, не являются специалистами по тактико-техническим характеристикам тех или иных видов вооружения. Кто-то является, кто-то служил, кто-то этим интересуется, кто-то занимается, но большинство в этом не является. Звучит Абрамс, хорошо звучит, Леопард, еще лучше звучит. Или там Атакамс, звучит загадочно, но нужно. И так далее. Есть другая вещь, которая более понятна, более широкому кругу людей является, как мне кажется, не менее более важным. Это стоимостная оценка военной помощи, которую оказывает Украина. Вот сегодня, за вот эти почти 11 месяцев, помощь со стороны Соединенных Штатов Америки и Украины оказывается на уровне 1,3 миллиарда долларов в месяц. Вот стоимостная оценка доллара, она понятна всем, потому что и у танков, и у бронемашин, и у артиллерийских орудий, и у ракет, и всего его, есть стоимостная оценка. Вот эта помощь оказывается на уровне 1,3 миллиарда долларов в месяц. А сколько нужно? Вот я неоднократно уже выступал и говорил, я делал соответствующие расчеты. Для того, чтобы обеспечить военно-экономический, военно-финансовый, а затем и военный паритет, Украина должна получать военной помощи по всем каналам не меньше 10-12 миллиардов долларов в месяц. 10-12 миллиардов, это для паритета. А для того, чтобы перейти в наступление, для того, чтобы освободить украинские земли, для того, чтобы освободить украинцев, которые находятся под игром оккупации, нужно больше. Сколько больше? Сколько могут дать? Столько и пусть дают. Соответственно, задача, вот для, это понятно, как мне кажется, это понятно, для зрителей, слушателей, для государственных руководителей, для военных и так далее, военная помощь Украине должна находиться на уровне минимум 10-12 миллиардов долларов в месяц. 15 еще лучше, 20 будет еще лучше. Можно ли это сделать? Можно. Делает ли это кто-то? Смотрите, Соединенные Штаты сегодня, вот эта сумма, оказывают военную помощь на сумму 0,08% своего ВВП, голову внутреннего продукта. Много это или мало? Для сравнения, Эстония, великая военная держава, обладающая гигантскими запасами оружия, оказывает военной помощи Украине на величину более 1% ВВП, своего эстонского ВВП. То есть, Эстония сегодня в процентном отношении к ВВП оказывает военной помощи Украине в 12 раз больше, чем Соединенные Штаты Америки. Почему это они сделают? Потому что у них так много оружия, потому что такое решение приняло эстонское руководство. Ну и они находятся в зоне риска, в прямой зоне риска. Хорошо, да. Но они это принимают решение. Поэтому... Мы им за это очень благодарны. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Смотрите, не кто-нибудь, а министр иностранных дел Эстонии, Урбанс Рейнсалу, выступил еще в декабре, в начале декабря, с предложением, публичным предложением, для своих коллег по странам НАТО, по Западу, с предложением. Мы оказываем военную помощь Украине на величину 1% нашего ВВП. Давайте и все другие страны будем оказывать военной помощи Украине на величину 1% ВВП. То есть это означало бы увеличение, скажем, для Соединенных Штатов Америки, военной поддержки Украины в 12 раз. Сразу. Вместно 1,3 миллиарда долларов в месяц, это 15 миллиардов долларов в месяц. Если все другие страны стали бы это оказывать, то Украина получала бы военной помощи на сумму 25 миллиардов долларов в месяц. И эта сумма включала бы все те самые танки, бронемашины, артиллерийские орудия, о которых говорил генерал Залужный. Включались бы туда все Атакамсы, которые вы спрашиваете, все Абрамсы, все Ф-16 и все то многое из того, что даже не называется. Этого было бы достаточно. И получив такой объем помощи, ВСУ смогли бы сделать ту задачу, выполнить эту задачу, которая перед ними стоит и под которой стоит 90-процентная поддержка всего украинского народа. Только необходимо сделать этот маленький шаг. Да. Но тут вопрос передачи наступательного характера вооружения, тех же Атакамс, наверное, лежит не в плоскости финансовой. А скорее тут есть другие предохранители, которые сейчас не позволяют власть Соединенных Штатов. Какие? Ну, есть какие-то опасения, озвучивались опасения о том, что Украина может наносить удары по территории Российской Федерации или территории Беларуси. Я не уполномочен озвучивать, я не представитель правительства Соединенных Штатов, но такие версии в том числе озвучивались. Но нам для деоккупации территорий нужны и Атакамсы, и Абрамсы, и другое вооружение наступательного характера. И мне кажется, что это как раз лежит не в плоскости, а или не лишь в плоскости финансовой. Вы знаете, вот кроме всяких разных каналов поставки, по всем вот этим каналам сейчас используется всего 7 каналов поставки оружия в Украину, всего 5 бесплатных, 2 платных. То есть надо иметь в виду, что часть оружия военной помощи предоставляется в частности Соединенных Штатов Америки и Украины бесплатно, часть заплаты. И мы, хотя полных данных, естественно, не имеем, но есть некоторое представление о том, сколько платится. Платится, вот, например, за первые 4 месяца этой стадии войны Министерство обороны Украины заплатило живыми деньгами, наличными деньгами полмиллиарда долларов за оружие. Может быть, другая даже цифра, но полмиллиарда, судя по всему, очевидно. Об этом в вашей украинской прессе все это опубликовано. Министр обороны опровергать эту цифру не стал, подтверждать ее тоже не стал, ну, как бы, сказать, не стал, значит, как бы, возражать против нее. Но если это так, то, значит, за 11 месяцев можно сделать при прочих равных условиях, если эти темпы сохраняются, то сегодня закупки Министерством обороны Украины, вообще украинским государством, оружия составляют миллиарды долларов, наличные, прямо сейчас, сегодня. И это означает, что, например, такой канал поставок, как Ленд-Лиз, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки в апреле прошлого года и подписан президентом Байденом 9 мая прошлого года, это канал предоставления бесплатной военной помощи для Украины размерами миллиарды и десятки миллиардов долларов, возможно, в месяц, который сегодня не используется. И возникает вопрос, а почему он не используется? И вот, например, возникла вот наша команда поддержки Украины, которая выступает активно за использование всех каналов поставки военной помощи Украине, по любым каналам, какими бы они ни были, но в том числе и по этому каналу, который сегодня не используется. И против этого, вот против использования этого канала, то есть против получения оружия из Соединенных Штатов в Украине развернута сейчас кампания. И вот та самая кампания, про которую мы с вами немножко раньше говорили, почему, собственно говоря, ваш покорный слуга был избран в качестве цели этой атаки, заключается в том, что я, наряду с рядом моих других коллег, которые тоже являются целями этой атаки, в то же самое время развернутой, заключается в том, что мы выступаем за то, чтобы все каналы военной помощи из Соединенных Штатов в Украине были включены, включая, естественно, и такой канал, как «Лендлист». И оказывается, что против этого выступает ни кто-нибудь, ни президент Байден, ни байденовская администрация. Против этого выступает украинское посольство в Соединенных Штатах Америки. Уважаемый посол Украины в США Оксана Маркарова и ее сотрудники звонили, писали, направляли предупреждение всем людям, которые выходили к пикету о Белом Доме с требованиями о предоставлении оружия Украине, чтобы они этого не делали. Более того, разослали вот это, как называемое, коммунике украинского посольства в Соединенных Штатах Америки, угрожали организациям, которые там участвуют, что их лишат статуса неприбыльных организаций, если они будут участвовать в компании поддержки предоставления оружия Украине, в том числе по каналу «Лендлист». Понимаете, какая вещь случается? И неудивительно, что именно тогда вы удивлены, я удивлен не меньше, мы шокированы, и шокированы гораздо больше те украинцы, которые участвуют в этом. Потому что люди выступают за поставку оружия Украине, и они оказались целями некрасивой, грязной, прямо скажем, кампании угроз шантажа за то, что они хотят помочь Украине. Андрей Николаевич, я в третий раз озвучу вопрос. Все-таки вы озвучили обвинение в адрес действующего посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Есть ли у вас подтверждение всех выше озвученных тезисов? Да, не только я их опубликовал, они, пожалуйста, находятся у меня в журнале, любой человек зайдет и посмотрит это. И уже в финале, Андрей Николаевич, я вам напомню, что вы так и не ответили на мой вопрос, который я вам задал, на который достаточно ответить да или нет. Нет, конечно. Понимаете, Василий, но это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. Вы и любой человек, и вы, и те люди, кто смотрит это, знают по действиям, что делают люди. Это совершенно очевидно. Кто старается помочь и кто старается нанести вред. Нетрудно это увидеть. Если это не так видно, хорошо, я вам скажу и любым другим людям. Нет. Вы посмотрите на ту кампанию, которая ведется и сейчас, и в течение всех этих 8 лет, 18 лет, из Кремля. И что сделано и по отношению к тем людям, которые там работали со мной, там и продолжается это происходить. Андрей Николаевич, я вас буду благодарить. Спасибо за этот разговор. А зрителям я напомню, что в описании под этим видео вы смотрите нас на платформе Favre.com.v Вы найдете ссылку на мой персональный YouTube-канал Голованов. Пожалуйста, подпишитесь, оставьте комментарии. Это важно для продвижения этого видео и канала в целом. Берегите себя и близких. Андрей Николаевич, спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас за эту возможность и хотел бы еще раз сказать и вам, и всем зрителям, и слушателям. Самое главное для победы Украины в этой войне сейчас это необходимое количество оружия. Это количество оружия могут поставить только партнеры, союзники, друзья Украины. Поэтому все усилия, которые можно использовать и украинского общества, гражданского общества, государственных органов Украины, украинской диаспоры, всех друзей Украины, независимо от их, национальной принадлежности, гражданской принадлежности, сосредоточены именно на этом оружие для Украины. Потому что с помощью этого оружия можно не только освободить территории оккупированной противника, можно, самое главное, освободить тех украинцев, которые оказались под игом оккупации, которые сегодня оказываются и под ударом, под пытками, под мучениями, убийствами. Мы что-то знаем про Ирпень, про Мариуполь, про Бучу. Мы многого не знаем того, что происходит сейчас на оккупированных территориях. Необходимо как можно скорее, быстрее освободить людей из этой ситуации. Для этого нужно оружие, еще раз оружие. И одним из важнейших инструментов для этого является канал Ленд-Лиза, который к удивительному, просто невероятному положению противодействуется не только со стороны, не знаю, сейчас получается, что часть украинских официальных лиц выступает как против этих поставок, так и против тех людей, кто настаивает на этих поставках. Андрей Николаевич, спасибо. И до свидания, до нашей следующей встречи. Спасибо, Василий. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok